Мафия The City of Lost Heaven состоит из 20 глав, в ходе которых чего мы только не делали. Очевидно, что при таком количестве миссий не все из них были идеальны, а некоторые вызывают лишь скорейшее желание их пройти и забыть. Сегодня мы и поговорим про такие главы в этой игре. Пятое место. Сливки общества. Глава, конечно, динамичная в плане того, что никаких скучных, рутинных действий в больших количествах мы не исполняем. Да только фантазии разработчиков, а точнее поджимающие сроки выхода игры, не позволили сделать убийство Дона вражеской семьи сильно интересным, из-за чего этот эпизод максимально проходной и неинтересный. Четвертое место. Непыльная работа. Проблема в том, что для начала чего-то интересного приходится сначала объездить две точки, находящиеся в разных далеких частях города, и уже только после этого начинается перестрелка, на которую тоже, между прочим, нужно приехать. Суть в том, что при первом прохождении всё классно поначалу. Поиск места, откуда можно попасть в дом, исследование дома внутри и возможное нахождение Томпсона. В любом случае, далее идёт непродолжительная перестрелка, после чего нужно убить вора. Это придётся делать кучу раз, поскольку вряд ли с первого раза вы его догоните и вольнёте. Если вы прошаренее, то просто прострелите колёса, из-за чего убийство вора будет слишком быстрым, поэтому получится так, что глава по большей части состоит из скучной езды. Если же вы ещё более прошаренный, то прохождение самого интересного места обойдётся вам в секунд 20, что явно несравнимо по времени с поездками. Такая проблема, как неравномерное распределение скучных бытовых моментов и динамичных или тупо интересных заданий, будет во всех последующих перечисленных худших главах. Третье место — Бегущий человек. Та же самая проблема. Большую часть главы мы тупо таксуем, а уже под конец получаем пробежку на 2 минуты. Да, хорошая музыка, да, интересные действия NPC, но, блядь, это происходит 2 минуты! До чего мы 10-15 минут развозили пассажиров, соблюдая ПДД и прочее. Второе место — Амерта. Ну, тут вообще сверх гениальности. Нужно сначала допросить трёх информаторов, располагающихся на каждом из островов, то есть придётся проехать весь город. К тому же допрос заключается в выслушивании непропускаемых скучных диалогов. Да и после нам придётся ехать за Фрэнком, догонять его машину, что уж чуть более интересно. А только после приступаем к самому увлекательному — перестрелке в большом аэропорте. Да только противников здесь предельно мало, и эта перестрелка более 5 минут не отнимет. Да и примерно те же 5 минут мы потратим на задачи Фрэнка в виде «Принеси-подай». Сначала находим его семью, возвращаемся, ведём его к семье, идём за билетами в начало аэропорта, возвращаемся к Фрэнку, едем за книгами и возвращаемся в бар Солери. Дико увлекательно, конечно, но напомню, что самое интересное — 5-минутная перестрелка. Первое место — небольшая халтурка, была сделана разработчиками, из-за чего ограбление банка — потенциально интереснейшая и динамичнейшая миссия, превратилась в полное уныние. Сначала идём с инвалидом до метро, едем, слушая еле слышный диалог, приезжаем, доходим, заходим внутрь, слушаем план, выходим, слушаем, что надо делать, тырим машину или, что ещё хуже, едем на метро к оружейнику, едем за поле в другую часть города, возвращаемся в банк и приступаем к 5-минутному ограблению. На словах хуй простой, а на деле Лев Толстой, иначе не сказать про Даниэля Вавра, растянувшего малюсенькие, интересные главы на долгие, рутинные похождения с небольшим экшеном.